Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ, программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня подводим финансовые итоги недели, как всегда по пятницам, мы делаем это весело, непринужденно, задорно, я бы даже сказал, а тем более, что сегодня у меня в студии, мною уважаемые, я даже сказал, любимые коллеги, это, прежде всего, Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра. Добрый вечер, Лена, и это Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу Церих Капитал Менеджмент, добрый вечер, Андрей, Лена, не могу не сказать, ты великолепно выглядишь, спасибо, ну что ж, друзья мои, значит, для уважаемых слушателей сообщаю, телефон в студии 6510-99-6, код Москвы-495, далее, следующая возможность задать вопрос, это зайти на сайт финам.фм, И еще одна есть возможность, для тех, кто, собственно, знаком с финамом, не понаслышке, зайти на сайт финам.ру и присоединиться к нашему мероприятию в режиме видеотрансляции, то есть можно не только слушать, но и смотреть, не знаю, кому это доставляет удовольствие, и задавать вопросы, естественно, тоже. Итак, в 18.05 в Москве, давайте традиционно посмотрим, что же происходит у нас на финансовых площадках, картина маслом, так называемая, так, 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 нет, не будет картины маслом, потому что нет сайта у меня, значит, картину я нарисую чуть позже. А сейчас, собственно, давайте начнем, подводить финансовые итоги, единственное, что я напомню еще для слушателей, да, американцы присоединяются к торгам теперь на час позже, ну, на фьючерс можно посмотреть, как он себя ведет, ну, ладно, к этому мы вернемся. Итак, начнем, Андрей, давай начнем с тебя, финансовые итоги, пятница, что произошло, каковы эти итоги, ну, и вообще, как жить дальше, об этом позже. Ну, что, я буду жить хорошо, что бы ни произошло, так сказать, аналитики нужны, во-первых, я с вами, если у вас даже убытки, я с вами, все хорошо, мы вас успокоим. Ну, такая неприятная вещь произошла, которую мы должны обсудить, это каждый раз после выбора президента США, в большинстве случаев, вернее, идет коррекция, это чистая статистика. Да, и произошла неприятная вещь с котировками нефтяными, в том числе, в том числе, потому что министр обороны Израиля открытым текстом сказал, что если будут всякие бомбежки иракских объектов, иранских, извините, иранских ядерных объектов, то будет только летом, они будут попозже, попозже. Соответственно, военная надбавка, она уменьшилась. То есть он отложил во времени все это? Да, но краха никакого рынка я не вижу, но крах у маржинальщиков, которые набрали большие маржинальные позы, у них крах, а те, кто покупает второй эшелон, парифы, многие акции, у них еще пока нет краха, они покупают. То есть ты ждешь еще, пока у них будет крах. Вкратце так. Вкратце так. Леночка. Ну, на мой взгляд, действительно, такое среднестатистическое, можно сказать, что у нас коррекция после выборов, но коррекция, на мой взгляд, очень интересная в этот раз. Это то, что у нас, вот если мы посмотрим не только наших аналитиков, а еще и западных, прежде всего американских, то у нас очень интересное настроение. У нас до выборов была эйфория, а после выборов внезапно случился фискальный обрыв. Лен, единственное, что, если можно, уточни, у нас это у кого, у нас? У нас это на глобальных рынках. А, понятно. Неожиданно, да. То есть если до выборов все говорили о том, как все будет замечательно, то и все прекрасно росли. После выборов сейчас пресса наполнена сообщениями о фискальном обрыве, о том, как Обама, демократ, будет с Конгрессом и республиканцами решать эту проблему. Как будто вот ее не было до выборов этой ситуации, она была неочевидна, ее пришлось бы решать в любом случае. Но, с другой стороны, может быть, она была очевидна, действительно, и все прекрасно понимают, что ее придется решать, но поскольку стояла проблема выбора, сначала надо с ним разобраться, а потом уже... Ну, может быть и так, но, на мой взгляд, вот сейчас такая очень интересная конфигурация, действительно, никакого вот краха мы пока не видим, мы видим хороший качественный разворот в сторону снижения, краха в такой конфигурации обычно не бывает, обычно такое медленное спокойное сползание, когда сейчас просто при любом раскладе, как решается фискальный обрыв, не решается, решается в любые сроки, получается, что акции становятся менее интересные, более интересные длинные инструменты, облигации, может быть, отчасти сырье, поэтому мы не видим. Мы видим падение какого-то по сырью, но вот спекулятивная составляющая с рынков, она будет постепенно уходить, она уходит в Европе за счет нового законодательства, она уходит в Штатах за счет ожидания того, что могут быть какие-то приняты налоговые меры, поэтому это будет на нас тоже давить, у нас действительно будет ситуация такая, что те, кто сидят в первом эшелоне, у них уже начинается крах на российском рынке, те, кто сидят в втором эшелоне, у них уже крах, но они еще об этом не знают, потому что до них еще не дошло. Нет, ну, если они нас слушают, я думаю, они сегодня об этом узнают тоже. Ну, то есть там продаж еще просто нет, поскольку у нас очень низкие обороты на рынке, все в основном в первом эшелоне там. Кстати, если вот, да, ты упомянула, что начался, сейчас я сформулирую, вспомню, как ты сказал, хорошо начался, плавный разворот что-то такое, нет? Да, ну, фактически мы входим в такой, если сейчас мы пробиваем уровни, там, допустим, по СНП и по многим бумагам, которые входят в СНП, мы вполне получаем такой спокойный, затяжной даунтренд. Даунтренд, ну, вот, кстати, поэтому я хотел уточнить, я сейчас смотрю на график СНП, и последние две медвежьи свечи, они неспокойные, я бы так назвал. Даже двусоточку немножко пробили, двусоточку. Пробили вчера закрывись на чуточку. На чуточку, сегодня посмотрим, как откроемся. А вот Григорян, между прочим, Сергей Григорян, нам всеми любимый, кстати, да? Вчера он был у меня. Да, он итоги выборов по-другому оценил. Мне понравилось. А ты слушал, кстати, да, вчера? Я смотрел отпечатку на сайте вашем. Мне понравилась вот эта вот идея, непоколебимая, чтобы что бы ни случилось, 13-15% как с куста, которая прошла сейчас сквозь всю передачу. Уже всю передачу уже забудут, а слова Григоряна будут помнить еще полгода. По 13-15%, да. Я Григорян, кстати, говорю, я солидарен. Хорошо, об уровнях напомни тогда. Вот вчера закрылась, ну, по крайней мере, я смотрю на спот, 1377, ну, понятно, плюс-минус там. Это по себе. Ну, 1377, вот закрылась я сейчас просто, не знаю, что сейчас будет, да? Но посмотрим, то есть вообще технически выглядит так, что хочется увидеть какой-то отскок наверх, там 1390, может быть, даже 1400 туда подползти, а затем уже пойти на вторую волну, потому что следующая хорошая цель, это где-то диапазон 1350-1360, в лучшем случае. Вот сползем туда, там посмотрим. Но у нас сейчас, допустим, и Apple, и там ряд других компаний, они уже подходят к тем уровням, когда про них пресса, которая управляет мнением инвесторов, может написать, что минус 20% у нас медвежий тренд. И, кстати, если пресса управляет мнением инвесторов, то инвесторы поведутся на это, да? В общем, да. То есть это традиционно, это вот то, что мы видели в мае, когда мы видели объявление по всем рынкам, по нефти, по России, по мёрджин-маркет, что минус 20, минус 20, минус 20. И так и произошло. Посмотрим, что будет здесь. Ну, и вдобавок, нефтя наша, нефтя, бренд протестировал тоже двусоточку, там 110,2, по-моему, ударился головой, вот, и все. Ну, у меня они более оптимистичные, чем, Лена, взгляд вообще. Более? Да. Я не знаю, что будет, честно говоря. Я могу говорить только в другом разрезе, либо игровых моментов, либо какие сектора могут быть лучше, какие хуже. Нет, это нормально. Вот. Таких... Давай в игровых. А потому что, понимаете, в понедельник просыпаемся, и там, а как же мы не купили Забирбанк, который дошёл до 84-85, как же так? И мы кусаем локти себе сидим. И все пишут, а мы в лангах, там, на коммуне социальной сети, допустим, а мы в лангах, уже давно. Давно уже, да? Так, хорошо. Есть вопрос, давайте сразу, поскольку мы Америку вспомнили сейчас. Вот, в моём понимании демократы, пишет один из слушателей, представляют потребителя. Демократы представляют потребителя, а республиканцы у меня ассоциируются с длинными деньгами. О, как. В связи с этим доллар скорее будет дорожать или слабеть в ближайшие полтора месяца? Ну, бог с ними, с демократами, с потребителями, в принципе, если мы говорим, да, о сроке до конца года, ну и с опасностью этого разрыва. Да, но если мы вообще рассмотрим, что сейчас снижается привлекательность акций, то есть спекулятивного инструмента, значит, должна повышаться привлекательность каких-то безрисковых инструментов. То есть, абсолютно такая логическая перекладка. И вот то, что мы видели опять в снижении десятилетних американских облигаций, эталонных облигаций, ниже уровня 1,7, это означает, что действительно пошло такое массовое бегство от рисков. В риски особенно не заходили, но вот спекулятивная составляющая, она как раз начала сужаться. Значит, да, доллар, такая загадка мировой экономики, что самая проблемная экономика в мире обладает единственной резервной валютой. То есть, все идем благополучно в доллар, и я думаю, что доллар, конечно, он будет дорожать. Посмотрим, на каких уровней. Очень ему подыгрывает Европа в этом. То есть, она так тоже внезапно выдает какие-то новости, о которых раньше почему-то не знали. Кстати, по поводу, Лен, по поводу подыгрывает, да, это похоже на то, что, так сказать, это игра такая совместная. Конечно, когда Ангела Меркель так тяжело вздохнув сказала, что еще 5 лет. Да-да-да, Европа будет подниматься, да, еще 5 лет. А там прогнозы дали, что майские посмотрели по росту с 1 до 0,1, то есть, с учетом, кстати, погрешности, считайте, готовьтесь к рецессии, затягивайте пояса. Явно же, что, по-русски говоря... Что все неспроста это, да? Да, что некие люди, у меня так сложу впечатление, они знали, что будет статистика по Германии плохая, да, вот, и они как бы вот нагнетают, 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 чтобы евро не было слишком дорогим. Кстати, ты упоминаешь 200-дневную скользящую среду, я с тобой совершенно согласен. Представляете, нам большинство, подавляющее большинство... Я готов отказаться. Инструменте, не надо отказываться, зачем? Ну, что ты какой-то непринципиальный какой-то, наоборот, надо свою позицию отстаивать. Ну, так вот, подавляющее большинство финансовых инструментов, ну, как минимум, там, которые в ходу у спекулянтов, они либо пробили, либо тестируют, либо недалеко от нее. Вот, в частности, евро-доллар пробил 200-дневную скользящую среду, она в районе 28-й фигуры, а сейчас вот он 27 уже, да, там, пытается пробить. Это значит, что даунтренд продолжился, Андрей? Я валютный прогноз не делаю. Да не делай ни в валютном, вот, в принципе, если мы говорим о пробое 200-дневной скользящей... Хорошо. Мы не говорим сейчас пока. Подожди, мы об этом не говорим, мы слушаем сначала новости в исполнении Насты Юрьевой, а потом продолжим этот разговор. Итак, продолжаем наш эфир. В эфире Финнам-ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитрий. В гостях сегодня Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра, и Андрей Верников, заместитель генерального... Это разные вещи, кстати, да? Ты просто заместитель директора, а Андрюша заместитель генерального. Это круче? Ну, вы хотите, что ли, под Богом слушать, или под настроением, по связи с падением? Ты думаешь, это улучшает настроение, обычно, в связи с падением? Так вот, Андрей Верников, у нас заместитель генерального директора по инвестиционному анализу в целях капитал-менеджмент. Значит, для слушателей, напоминаю, мы подводим финансовые итоги недели. Сегодня пятница, я думаю, это вполне логично. Телефон в студии, вы знаете, 6510-99,6-495, код Москвы. Финам.фм – это сайт радио компании. Финам.ру – это сайт, соответственно, инвестиционного холдинга. В общем, все возможности для того, чтобы присоединиться к нашему разговору. И я сделаю то, что не сделал в самом начале. Я все-таки нарисую картину маслом. Американцы еще не открылись, но вот на фьючерс я посмотрю. И примерно выглядит ситуация следующим образом. Значит, фьюч на СИПе снижается, 1370, текущая его котировка, на 18.05. А, пардон, на 18.15. Так, наши ребята сегодня в минусе, естественно, наверное, да? РТС минус процента, МВБ минус 0,6 процента. Сырьевые рынки. Бренд 105-99, ну, в принципе, 106, ну, как в розничных магазинах, да, в ритейловых. Когда, да, 106 – это вот психологически много. А 105-99 – это уже 105, а не 106, правильно? Вот на психологию есть, кстати, вот текущая котировка бренда 105-99. Забавно. И уже вот 105 действительно рисуется. Значит, золото ведет себя, боюсь этого слова в эфире говорить, предсказуемо. О, и сейчас его котировка 1,1734 за унцию. Ну, евро-доллар я уже озвучивал. Значит, попытка пробиться ниже 1,27. 1,27-0,4 в моменте. Ну, а набор голубых фишек сегодня такой, я бы сказал, ну, преимущество красного цвета. Падает в основном, да, больше всех автоваз. Упал, кстати, Роснефть сегодня тоже внизу. Правда, небольшую циферку, да, так понимаю, уже потихонечку выходит из нее, да, фиксироваться. Уралкалий 4% сегодня потерял. Во как. Вот это, собственно, картина масла. Давайте вернемся к нашему разговору. Итак, а что же происходит и чего же ждать? Ну, и может быть, давайте вот так сделаем. Есть вопрос. И тогда мы ответим на него. Добрый вечер. У меня вопрос по нашему рынку, спрашивает Константин. Сегодня газовая промышленность торгуется лучше рынка. Почему? Что ваши гости думают о сланцевом газе? Опа, и думают ли вообще они о нем? Кто это скажет на ГП? Что такое ГП? Кто это скажет? Вообще сланец можно реально конкурировать с СПГ? Лен, прокомментируешь? Сланцевый газ и вообще почему сегодня наш газовая промышленность торгуется лучше рынка? Ну, можно сделать такие очень общие предположения по поводу того, почему у нас торгуется сейчас Газпром лучше рынка, например. Что есть некие уровни покупки-продажи, где на рынке обычно консолидируются какие-то большие объемы. Вот для Газпрома это примерно уровень 140-144. И если мы рассчитываем, допустим, даже с учетом всех показателей, всех рисков Газпрома, примерный целевой уровень, то где-то на уровне 144 он и находится. И, видимо, рынок как раз саккумулировав здесь позиции, он старается этот уровень сильно… То есть он иногда проходит ниже него, но обычно он сюда же и возвращается. Плюс, конечно, были хорошие новости по поводу дивидендов Газпрома. Новость действительно неплохая, тем более, что Газпром часто входит в долгосрочные портфели крупных инвесторов, когда бумагу рассматривают… Ну, я очень такое общее сравнение, да, когда… Как облигация, да, когда бумагу держат год, два, три… И в том случае, если дивиденды хорошие, и сейчас прогнозируется улучшение показателей по дивидендам, то в этом случае многих инвесторов вот такого рода, их не интересует цена. Их интересует дивидендная доходность. Вот то же самое мы, например, сейчас можем наблюдать в Лукоиле, да, что сам факт, то, что по Лукоилу будут выплачиваться еще промежуточные дивиденды, он привлечет все-таки и длинных инвесторов. В тех бумагах, где такой истории нет, или где дивидендная доходность с учетом всех промежуточных и так далее, допустим, как Роснефть, она очень небольшая, дивиденды влияют меньше. Ну и вдогонку, извини, пожалуйста, Андрюш, сейчас я предоставлю тебе слово. Вдогонку есть еще один вопрос по поводу оттока капитала. Я знаю прекрасно, что ты за этим пристально следишь, и на Фейсбуке регулярно почитываю отчеты по поводу недельного оттока притока. Вот вопрос от Костика. Уважаемые господа, как вы думаете, когда и при каких условиях прекратится отток капитала из России? Спасибо. Я думаю, что пока в ближайшем обозримом будущем не прекратится. То есть оснований для этого нет. Это мы даже можем видеть, что у нас отток капитала от последней недели, он на самом деле минимальный. И это не потому, что никто не уходит, а потому, что уже просто никого не осталось. Некому уходит. То есть практически 3 миллиарда за последние полтора года уже было выведено. Обратно вернулось меньше миллиарда. То есть сальдо очень низко. То есть тенденция очевидна. Тенденция очевидна. И у нас сейчас вообще отток, приток капитала на фондовые рынки это меньше одного торгового дня по индексу МВБ. Ну это не, грубо говоря, ни о чем. Ни о чем. Ни о чем. Андрюш. Ну по поводу притока оттока я хочу сказать, что вот я был на одном канале телевидения. Задали такой же вопрос. Значит, я как бы сказал, что вы хотите по поводу России. В России запад 28 тысяч рублей. Где-то 880 долларов. Там на тот момент было. В Вьетнаме 80 долларов. Какой дурак будет вкладывать сюда? Надо ли деньги в Бландеш или Вьетнам? Там начался жуткий скандал. На телеканале на этом, да? Серьезно? Да, я после этого... И тебя больше не пригласят, я тебе хочу сказать. Да, я больше не буду это комментировать. А что касается Газпрома, значит... Это была шутка, кстати. Да. Это была шутка. А то мы не поняли. Отлично. Так, значит, а что касается Газпрома, значит... Вот то, что Елена сказала, да, вот правильно дивидендная политика, да. Да, с точки зрения технаряда, теханализа, да, там есть определенные дивергенции, расхождения которых мы писали. По Дум-модиграторам МАКТ, гистограмма Точно, и по-моему, МРСИ или Манифлоу. Ну, в общем, по Дум из трех основных, да. И еще вот такая штучка, что новые власти Литвы надумали мириться с Газпромом, и это одновременно совпало со снижением контрактной цены для Польши. Я сейчас пошучу тоже. Давайте, давайте. Значит, у тебя наблюдается дивергенция, то есть расхождение по МАКТ и РСАЮ и... По Литве и Польшу. ...конвергенция, то есть схождение по Литве и Газпрому, а? Да, и вот моя идея такая, что Литва и Польша были основными драйверами антимонопольного расследования в Европе, которые пытались сбить цену на контрактный газ для Газпрома. Сейчас, если они мирятся, в общем, тут эта ситуация немножко урегулируется, то Газпрома это позитив. На него будет меньше нападок из Европы. Так что, в принципе, у меня Газпром есть. Уже есть? Уже есть, да. Браво, браво. Замечательно. Так, Лен, тебе вопрос. Да, вот здесь он был. Видите, я уже начинаю путаться, потому что вопросов огромное количество. Андрей спрашивает, наши постоянные слушатели. Лена, пожалуйста, повторите, когда по ММВБ сходим вверх... Повторите? Провокация. Нет, дальше, да, еще смешнее. Когда по ММВБ сходим вверх по датам, ваше мнение. По датам. Если бы я знала эту дату... И по часам еще, да? Если бы я знала эту дату, моя фамилия была бы Баффет, наверное. Я думаю, он тоже шутит, но тем не менее, да, что у нас ближайшие... Ну, какие-то перспективы по индексу... По ММВБ то же самое технически мы... Можно повторить уровни по индексу S&P, по ММВБ. Вот хорошо мы так сейчас ходим. По ММВБ немножко ниже. Там примерно основная сейчас поддержка, это диабазон 1340-1350. Затем такой хороший проторгованный уровень 1320. Затем 1280. Вот я думаю, что первый примерно уровень 1340 мы можем выбрать сейчас в качестве основного для приз при общем сползании. После этого можем уже думать о каком-то отскоке наверх. Я допускаю даже тот факт, что может быть Новый год или первый квартал мы будем встречать немножко выше, чем мы видим сейчас. Я не жду какого-то коллапсивного падения до этого момента, но какие-то если будут коллапсивные моменты, а вот в них я не сомневаюсь, то там уже у меня очень негативные прогнозы примерно на конец первого квартала. Подожди, ты в коллапсе не сомневаешься, а когда ты его ждешь? Я думаю, что мы получим какое-то развитие событий в конце первого квартала следующего года. То есть до конца года не будет все-таки ничего? Я думаю, что нет. Сейчас уже у нас очень мало времени. Пресловутый конец света, он не дает мне уснуть. Конец света. Смешно это, да? Конец света отменили. Пусть аналитики Майя. Майя прислали новый календарь, у нас он другой. Андрей, вопрос тебе. Акции Сургут, нефтегаз. Покупать или подождать? Префы, покупать. Я не знаю, по чем они сейчас мы сидим. По-моему, 19, если по 19, там нормально будет. Если у кого-то что-то уйдет, вот префами я веду, да? Я не знаю пока цену, потому что у меня нет монитора. Я понял. В отличие от вас, да? Обычку я бы не покупал. А вообще я считаю, что технически, может быть, Лена с самого не согласится. Сейчас не очень хорошо нефть смотрится. Не очень хорошо. Скажем, я так мягко-мягко говорю. 105.99. Да, хотя мы в магазине 150 со скидочкой, вот поэтому надо очень ощупительно выбирать нефтяную акцию, по-моему. Я понял тебя. Так, еще один вопрос от Андрея, от Юрия, пардон. Уважаемые аналитики, меня беспокоит, пишет Юрий, низкая инфляция в нашей стране. Беспокоит. Низкая инфляция. Парадоксально, да? Нет ли связи между этим явлением и оттоком капитала? И когда деньги придут в Россию, то инфляция резко пойдет вверх. Лен. Тут можно проводить аналогию, во-первых, то, что у нас очень жесткая монетарная политика Центробанка. Если мы посмотрим на список основных... Кстати, извини, пожалуйста, я, к сожалению, был занят эфирами. Чем сегодня закончилось это собрание? Не, ничего не сделали. Ничем, да, не изменили. Ну, слава. Ничего не сделали. Если вот мы возьмем такой список стран, кто, как сейчас, к моменту кризиса действовал в отношении своей процентной ставки, то у нас такая, ну, страна, у нас есть Канада, например, да, но Канада, она вообще, у нее просто, вообще другая финансовая политика. Ну, это несколько, ты имеешь в виду, аналогия. Аналогия, да. Канада сырьевая, валюта и страна, ну, в какой-то степени. Она очень закрыта, она меньше нуждается во внешних инвестициях, именно вот притоки на финансовые рынки. Россия в них нуждается катастрофически остро, но при этом у нас действительно очень перекуплен рубль по отношению к доллару. И если мы посмотрим на график рубль-доллар и график вот тот самый приток оттока капитала по фондам, то мы увидим замечательную картину, что у нас замедление оттока капитала и даже приток идет в момент резкого укрепления рубля. Потом начинается ослабление рубля, как правило шпилеобразное, и такой же шпилеобразный идет отток капитала. То есть у нас все деньги, которые заводятся, они, во-первых, носят только спекулятивный характер. Во-вторых, они пришли, купили очень дешевого доллара и ушли. Замечательная финансовая... Кэрри трейд такой, да, у нас? Да, прямой в смысле кэрри. В прямом смысле слова. Андрюш, скажешь что-то по поводу рубля? И оттока капитала, или... Ну, насчет инфляции, я хочу сказать, что вообще не все в наших силах. У нас нет внутренней экономики нормальной. Ну, это ладно, не будет долго. И у нас 50%, 40-50% инфляции, это импортируемая инфляция, например, за счет того, что мы покупаем продукты импортные в магазинах. И мы зависим все-таки от импорта очень сильно. Поэтому хотелки это хотелки. Нет, ну, в данном случае, смотри, если рассуждать таким образом, мы покупаем импортные магазины, и у нас отсутствует долларовая инфляция, ну, по определению. Ну, мы единственная страна, где отсутствует долларовая инфляция. Ну, где вот мы такие замечательные. Потому что вообще не все... Вот когда мы говорим о инфляции, надо понимать, что не все мы управляем, на самом деле. Ну, да. Я понял. Хорошо. Значит, смотрите, немножко времени осталось. Я еще раз напомню, мы сегодня подводим финансовые итоги недели. Ну, о итогах мы более-менее поговорили. И я тогда проанонсирую в следующей части нашей программы, мы поговорим уже о неких ожиданиях. Ну, в частности, фискальный обрыв, конечно, наверняка мы упомянем. Ну, и ближайшие недели, что там ждать с точки зрения макроэкономии. И как портфель разогнать в два раза. Совершенно верно. В два раза, не меньше. Новости на Финам.ФМ. Ну, что ж, продолжаем разговор в эфире. Финам.ФМ. Сухой остаток. Подводим финансовые итоги недели. Меня зовут Олег Дмитриев. Рядом со мной Елена Чернолецкая. Рядом со мной Андрей Верников. В общем, нам сегодня неплохо. Нам неплохо, рынком хуже. Рынком гораздо хуже. И тем, кто в голубых фишках плохо. И тем, кто во втором эшелоне. Тоже неприятные ожидания. Давайте продолжим этот разговор, Лен. В связи с фискальным обрывом, в связи с тем, что нам ждать от макроэкономической статистики. Кстати, выборы с Китая, наверное, в Китай надо в кавычках немножко осветить. Пожалуйста. Я думаю, что действительно, Китай, он будет играть определенную роль, но он не будет сейчас как-то влиять долгосрочно на рынки. Потому что понятно, что Китай под выборы, под изменения правительства может показать какой-то сейчас рост хороших индикаторов. Но это все будет локально, это все не будет оказывать никакого влияния долгосрочно. Потому что понятно, что Китай точно так же, как Индия, точно так же, как Emerging Markets в целом. Они полностью зависят от США, от Европы, от спроса. И чем глубже будет рецессия в тех странах, тем глубже будет рецессия и в том же Китае. Потому что если внутренний спрос Китая сейчас удовлетворяет максимум 25% того, что они производят, производство китайского, то это не спасет китайскую экономику. Абсолютно никак. Поэтому Китай это такой очень сейчас далекий внешний, он больше политический фактор, нежели экономический. Ну вот говоря о политическом факторе, о смене руководства, потому что о смене власти, наверное, будет некорректно говорить. Руководство, конечно, власть там не меняется. Да, в этом случае ты никаких различий в экономической программе, в политической программе не видишь. Там были определенные заявления по поводу какой-то либерализации, но Китай в этом плане это очень гибкая страна. Они прекрасно у себя вводят все новые введения, какие появляются и выгодны для Китая. Поэтому я думаю, что если Китаю будет выгодно, он ведет то, что будет нужно. Вне зависимости от руководства. Значит, в Китае все будет хорошо. Операция пластическая такая. В Китае все будет хорошо. Почему? Во-первых, данные по инфляции показывают, что нет разгонной инфляции. Значит, у Народного банка Китая есть возможность и нормализирования понизить дальше, да, и какие-то другие меры принять. Даже мы обратим внимание на китайский фондовый индекс, который не пробил октябрьским минимумом, что случилось, допустим, с американцами сейчас. Поэтому я думаю, просто властям Китая не было из-за этой борьбы, которой были наследники Маоя, реформаторы, не было возможности заниматься экономикой. Сейчас будет одна власть, они будут заниматься экономикой и есть возможность, собственно, потому что инфляция действительно на низком уровне. Поэтому я думаю, что Китай нас спасет, наших металлургов особенно, металлургов. Ну это да, я вспоминаю, ты все время на это делаешь акценты. Ну да, но это идея на шесть месяцев. Вот если Григорян дает идея на шесть месяцев, почему Андрей Верников не имеет права на шесть месяцев? Не имеет права, имеет. Вопрос, кстати, Андрею Верникову. Прокомментируйте Сбер, пожалуйста, почему он так долго стоял, а последние два-три дня полетел вниз. Сбер. Ну не твоя тема все же, извините. Настоятельство ставку оставили, но наши маржинальщики в пятницу режь, режь плечи. Ну, видимо, да. То есть такой технический фактор, да? Мне кажется, да. Я понял. Хорошо. Значит, говорим о ближайших экономических событиях, ну, начиная со следующей недели, Лен. Что там важного? Я, честно говоря, вот так на скидку не вспомню, что там важного. Я думаю, что на самом деле важного у нас там ничего нет. Ничего нет. То есть все события, которые мы будем видеть, они, вообще вся статистика, которую мы видим, она полностью подвержена настроению. То есть если настроение хорошее, мы трактуем их хорошо, если настроение плохие, мы трактуем их, соответственно, плохо. Сейчас настроение плохие. И чем дальше, то есть если мы сегодня увидим там еще минус 100 пунктов на американском рынке, то настроение действительно будет очень плохие. И продажи будут усиливаться. Для российского рынка основные проблемы это то, что вот повысил сегодня Центробанк, вернее, он, наоборот, не повысил ставку, повысил ли бы, у нас проблема как была очень дорогая ликвидность, так и остается. То есть у нас Нибор, насколько я помню, если не ошибаюсь, с апреля месяца, он ниже 5,5% не опускался вообще. А в последнее время он стоит примерно на уровне 6,5%. То есть банки стонут, что по поводу жестких нормативов на рынке ценных бумаг, банки с рынка ушли полностью. Ликвидность очень дорогая, ее сейчас проще там работать в облигациях, работать на валютах, но не работать на рынке акций. Объемы минимальные на фондовом рынке. И вот сейчас за счет маленьких объемов это, с одной стороны, нам может помочь немножко, потому что уже некому продавать. А с другой стороны, если сейчас пойдет просто паника, то спекулятивные действия, они будут намного более резкими, потому что покупать никто не будет. Стоит вспомнить заседание вчерашнего Европейского центрального банка? Я думаю, что нет. Драги сказал очень интересную мысль о том, что инфляция его не беспокоит в монетарной политике. Очень надеялись, что вчера будут какие-то сигналы на то, что будут новые меры предприняты. Но там тоже прозвучала замечательная фраза, что одно только упоминание о программах выкупа облигаций стимулирует фондовые рынки. Поэтому лучше даже не говорить. В финансовые рынки. Это замечательная фраза. Марио Драги расписался в том, что мы никому ничего не дадим и только пообещаем. Никому ничего не дадим. А истории с Испанией, да, все ждут, когда она обратится за помощью, она этого делать не хочет. Она и не будет обращаться. А пара евро-доллар, то действительно, то, что мы сначала говорили, она хорошо пробила уровень. Она показывает следующий уровень, в районе 1,2645, я примерно смотрю. Может быть, оттуда какой-то взлет наверх. Но затем у нас опять выходит такая теория заговора, когда вдруг у нас евро начинает расти, в Европе что-то случается. У нас опять что-то случится, то есть евро тоже точно так же и сейчас. Объективная теория заговора, если об этом говорить, она преследует цель, чтобы сделать евро подешевле. Не подешевле, а, скажем, загнать в очень широкий диапазон, в котором не будет никакого коллапсивного отношения к евро. Это примерно там уровень 1,22 может быть. Может быть, чуть ниже, но там чуть ниже это уже вопросы полотельности. И максимум это 1,30 тоже может быть с небольшими вылетами наверх, но уже на уровне 1,30-1,31. Евро будут серьезно гасить всякими негативными заявлениями, понижением прогнозов. То есть то, что на самом деле ничего не показывает, но очень плохо влияет на настроение инвесторов. На психологию. И вот эти рамки, они, я полагаю, будут держаться дальше. Это выгодно и для Европы, потому что Меркель в свое время заявляла, что 1,35 это максимальный порог по евро, который Европа может себе позволить сейчас. И это выгодно для Америки, то есть для перетока процесса взаимного притока оттока капитала между Европой и Америкой. Я думаю, что эти рамки будут держаться. Вот они и упор. Настя еще неделя, да? Все-таки хорошо, что я начальник в Церихе. Мне тут выписали бумажку. А! Все события, даже собрания там, акционерные, Акрон там, Холдик, МРСК, Башнев. Ну я не буду по бумажке, это нечестно подрядовать. Ну и потом мельчить не надо. Я честный человек. Я просто хочу сказать, что все-таки у меня взгляд более оптимистичный, чем Елена. У меня больше взгляд григоряновский, честно такой, григоряновский взгляд. Я на оптимизме. Я думаю, что Испания обратится за помощью. Просто Рахой боится сейчас это делать. И не сделает большую глупость, если они обратятся за помощью. Для себя же. Если не обратятся. Если обратятся за помощью, не сделают большую глупость для себя же. Я скажу, почему он не обращается. Ну, мой взгляд только, да? Потому что референдум в Каталонии, там же баски на очереди, и вот эта вот помощь, она будет обязательно увязана с какой-то программой. Тогда вся Испания, значит, на уши встанет. Да, на уши. Так что ему нужны гарантии такие, гарантии, да, вот, о том, что это не будет увязано с затягиванием поясов в очередной пор. Если он получит эти гарантии, он завтра же обратится за помощью, завтра же. Так что, вот, я бы не стал так вот говорить, что Раху не обратится за помощью. Я думаю, обратится, его заставят обратиться за помощью. Как раз центральные страны Европы, они очень сильно против этой помощи. Это, во-первых, во-вторых, проблема заключается в том, что, ключевая же задача в чем этой помощи? В том, чтобы Испания могла аккредитоваться на внешних рынках через рынок облигаций. Все, всем логично, да? Во-первых, здесь мы сейчас видим ставки по испанским облигациям уже на приемлемом уровне по доходности. Они вполне могут себе позволить аккредитоваться. И, собственно, сам Рахой сказал, что мы обратимся, если ситуация выйдет из-под контроля. Но сейчас все нормально, аккредитоваться мы можем. Третье, это то, что Драги, ЕЦБ сказал, что ЕЦБ может запустить программу помощи и без обращения Испании за помощью. Программу выкупа облигаций без обращения. Это означает, почему Рахою, и, собственно, и Меркель об этом говорит, почему это не нужно делать. Испанская экономика зажата в очень жестких рамках бюджетной экономии, бюджетного дефицита. И как только она обращается за помощью, ей еще больше навязывают этих мер экономии. Ей не нужно на это идти, потому что ей будет очень трудно. Вот, вот, вот. И это там все полыхнет, о чем я говорю. Если она обратится за помощью, ей придется еще больше сокращать. Да, да, эта помощь должна быть вывязана с тем, что вот, ну, что касается Рахо, он сказал загадочную фразу, что у вас есть ресурсы. Он на этой неделе сказал, есть ресурсы, да, до каких-то, которых, ну, что ресурсы, он не сказал. Я думаю, что все достаточно объяснено. Я вспомнил, знаете, кого? Я вспомнил конец, извините, пожалуйста, 45-й войны, там, марта 45-го года, секретное оружие Гейтлера, тоже ресурсы, которых никто никогда не видел, но которые позволят, так сказать, выиграть войну. Я думаю, что здесь как раз с ресурсами все очень просто, то есть достаточно, если, ну, более подробно смотреть прессу, то про эти ресурсы тоже уже давно все сказано. Что, первое, это программы той же, ну, то есть понятно, кто основной противник того, чтобы Испания обращалась за помощью. Германия последний год создает программы трудоустройства для Испании, проводя жесткую иммиграционную политику по отношению к нерезидентам Европы. То есть фактически мы выгоняем турок, мы выгоняем арабов, мы нанимаем на их места испанцев. Программа переквалификации, то есть Германия говорит, что нам выгоднее нанимать европейцев. Это первое. Второе, это то, что ставки по европейским облигациям все-таки идут вниз. И нельзя забывать о том, о тесных связях, в том числе экономических, между теми же европейскими, французскими, немецкими, нидерландскими банками с испанскими банками. То есть понятно, что вот он источник финансирования. И я думаю, что те гарантии, которые, допустим, немецкое правительство, французское дает своим банкам, оно распространяется как раз на возможность покупать облигации испанские и таким образом держать их там на балансе, за балансом. Такие возможности всегда существуют. Но нельзя сейчас ограничивать Испанию еще сильнее, чем она ограничена. В противном случае мы получим действительно серьезный социальный взрыв. Ну вот, он торгует сейчас. Совершенно верно. Ну, Рахуй об этом говорил, да, когда вот эти скрыты резервы? Да, конечно. То есть он сказал, вот скрытый резерв, он действительно не может их вот так откровенно говорить, потому что политически это, наверное, будет не очень корректно. Но в этих рамках обращаться за помощью, то есть накладывать на себя какие-то новые обязательства. Он ограничен даже менталитетом. Почему сейчас в Испании говорят, что 50% 22-23 безработных, 50% молодежи? Потому что молодежь, она вот на эти программы новые германские, она просто не готова к эмиграции. Потому что они готовы к эмиграции в Южную Францию, где совпадает менталитет. А если они эмигрируют в Германию, это уже воспринимается как насилие над личностью. Это другие порядки. Да, они сидят на месте все. Я полагаю, что давайте тоже рассуждать логически. Если бы в Испании, в той же Греции, каждый четвертый был бы действительно безработным, умирал бы с голоду, там были бы голодные бунты, по сравнению с которыми вот эти вот демонстрации, они бы там уже показались просто цветочками. То есть Испания и та же Греция, вот по поводу менталитета, соглашусь, они склонны к серому-черному найму. То, что когда человек работает, ему за это платят, но компания не платит налоги за лишнего сотрудника, а человек еще прекрасно стоит на учете по безработице, получает некое пусть минимальное напоследок. Это очень распространенная практика, я думаю, что это тоже Рахой прекрасно понимает. А ловко мы ушли от вопроса, что покупать, что продавать. Всем привет. Мы сейчас с ним увернемся, потому что я думал, что все продать заканчивается, нет? Говорят про Испанию, это нормально все. По Испанию, да, про еврозону мы говорим не случайно, потому что мы вот сейчас и о евродолларе вспомнили. Ну и два слова, Лена, буквально два слова, в Греции это что? Все то же самое, но в Греции все хуже, там вопрос, то есть отделяемся, не отделяемся. Я думаю, что для Греции уже буквально, ну проще отделиться. Ну для Греции, а для еврозоны? Для еврозоны это тем более лучше. А зачем же тогда опять 31 миллиард? Пока есть Греция, можно давить на евро. То есть пока мы Грецию держим, опять-таки говорим, что если что, вот-вот у нас все плохо, у нас все плохо. Я думаю, что это замечательно. Такая разменная карта получается. Я думаю, что да. Потом будет зависеть от темпов выхода из кризиса. То есть если темпы выхода из кризиса будут приемлемыми, то Грецию, я полагаю, что слегка накормят. Есть, опять-таки, с помощью тех же немецких программ, у нас в Германии сейчас там фигуры здесь, фигуры там, участвуют во всех программах. Если будет понятно, что выход из кризиса затягивается, ее будет проще выпустить. Вот оно как. Ну ладно, к этому мы вернемся чуть позже. Сейчас слушаем новости на Финам. Время неумолимо, неумолимо время. Времени осталось очень мало, поэтому давайте на вопросы сразу мы начнем отвечать. Андрей, для тебя. Ты так хитро-хитро подумал, что избежал этой участи. Ан, нет. Уважаемые аналитики, не обладаете ли вы информацией, почему сегодня растут на больших объемах акции ТГК-9? Вот вы говорите, что акции ТДК же для дураков. Кто это говорит? Кто это говорит? А кому-то нравится. Ну ладно, мы не будем обсуждать, для кого эти инструменты. А вот на больших объемах сегодня растут, пишет Юрий. Можешь прокомментировать? Я ТГК-9 не отслежу. Я понял, Лен. Честно говоря, тоже. Но я могу предположить, что ТГК-9 сейчас относится просто к одной из самых недооцененных бумаг. Мы получили очень странную ситуацию сейчас по МРСК, Росгидро, Интерао и ФСК. То есть вот эта ситуация МРСК, ФСК, когда, по-моему, все рынки в большом недоумении находятся, что же там происходит. И в этом плане сейчас многие инвесторы могут просто переоценивать риски и перекладывать из одной бумаги в другую, потому что никаких существенных факторов или новостей именно по ТГК-9 я не слышала. А вот фактор перекладки при том, что объемы там, в принципе, очень низкие, небольшим объемом можно спровоцировать рост. Любой более-менее приличный объем, он, конечно, рост спровоцирует большой. Ну понятно. Ну понятно. Значит, смотрите, открылся американский рынок. И вот я наблюдаю в моменте сейчас, СИПИ открылся с небольшим гэпом вниз, пытается его закрыть, 1375, текущая котировка. Ну, я не знаю, сегодняшний день, наверное, надо дождаться, да, Андрюш, чтобы с уверенностью сказать, что 200-дневная, скажем, средняя пробита вниз. И тогда мы увидим. Да, а потом мы скажем, а вы знаете, что американцы очень любят ложные пробития в последнее время. Они это всегда любили. Хорошо. Итак, значит, давайте тогда мы вот о чем поговорим. Ближайшие, ну, наверное, уже до конца года, что-то осталось полтора месяца, да. То есть раньше мы говорили, у нас короткосрок это до выборов, средний срок до конца года, а там дальше. А сейчас, наверное, до конца года. Чего мы будем ждать от нашего рынка все-таки, преимущества от нашего рынка и, если можно, по секторам, Лена? Я думаю, что сползем ниже, может быть, даже существенно ниже. Но есть шанс где-то, может быть, я рассчитываю, может быть, конец ноября, может быть, начало декабря. Вот там, наверное, будет хороший момент для покупки. Примерно, вот судя даже по графику. Ну, момент, связанный с чем? Чисто технический, да, хорошие уровни. Во-первых, чисто технический, во-вторых, традиционно это то, что в Штатах есть некий приток ликвидности. В-третьих, это успокоится, все основные новости успокоится вот эта вот паника. И я думаю, что к этому периоду уже вопрос там фискального разрыва, то есть как обрыва, как он будет решаться. Будет ясно. Да, будет уже хотя бы примерно ясно. То есть договариваются, не договариваются, в какую сторону уже могут договариваться. И вот в этот момент как раз может быть какой-то период отскока наверх. Это как раз конец ноября еще, да? Ну, может быть начало декабря, то есть надо будет смотреть по уровню. А ралли, Андрюш, ралли, ну, в данном случае о президентском мы не говорим. Вы любите, да, ралли? Я очень люблю, да. Ралли предновогоднее или какое-то рождественское? Ну, как бы последняя статистика по потребительскому критерию в США, говорят, что настроение улучшается. И поэтому вполне возможно, что покупки будут хорошие, новогодние, да. Ну, вот, что касается динамики, я понятия не имею, какая бы динамика. Я думаю, что в банковский сектор я бы не вкладывался, но это мое частное мнение. Ну, мы тебя и спрашиваем, как частное мнение. Вот, значит, думаю, что для меня интересны металлурги. Вот, значит, меня интересует ММК, по которому вышла, кстати, отчетность вот недавно, да. Интересует Мечил, в общем, так. А из других секторов интересует меня это удобрение Акрон. Вот, а что касается вот таких-то игровых моментов, ну, вот игровые моменты, как вот, например, примерно недавно... Что ты называешь игровыми моментами, извините? Вот недавно, вот, значит, по 1444-1442, по-моему, в Газпроме было ложное пробитие. Значит, там что-то там... Что-то фьючерсы сейчас говоришь. Не, не 1400, а 144, да, извините. Ну, вы все поняли, все же опытные. Или что-то удалось, значит, курочка по зернышку клюет, на самом деле. Вы же помните, моя главная... Конечно. Главная моя идея, это зайцы побегаются, не забывайте. Поэтому меня еще пока приглашают в эту студию. Извините меня, в условиях оттока капитала, о каких, так сказать, долгосрочных тенденциях роста может быть. Зайцы побегаются, урвал копеечку. Вот я, если не хотите бегать за копеечкой, покупайте вот эти акции металлургов, по-моему, в разрезе полгода. Ясно. Вопрос конкретный. Причем, я прошу прощения, это один из моих слушателей сегодня днем, он мне его задавал. Я говорю, приходи на сухой остаток, потому что будет Андрей Верников, и он наверняка ответит на него. Он интересуется судьбой акции МТС. Возможно, дальнейший рост, спрашивает он. Верников МТС связан как-то с МТС? Нет, нет, Верников, он аналитик, он заместитель генерального директора, в конце концов. Да я ничего по МТС не могу сказать, возможно, невозможно. Абсолютно не могу. Лена, прокомментируешь МТС? Я думаю, что если там и будет рост, то, во-первых, не сейчас, во-вторых, сейчас, в принципе, по МТС, по связи может ситуация ухудшаться, просто потому, что связь у нас с большинством бумаг, это не совсем первый эшелон, и как вот, вообще, всякий не первый эшелон, сейчас оттуда деньги будут массово уходить. Бумага переоценена к рынку, глобально, в целом, и к сектору, и к рынку, ну, к основному рынку, поэтому я не думаю, что там какой-то большой запас роста есть. После какой-то просадки бумага в целом хорошая, то есть, но просадка должна быть достаточно существенной. Она должна дооцениться до рынка хотя бы. Ну, вот я просто хочу добавить, что вот одно время отбирали в Узбекистане МТС, МТС, амплённые активы, да, сейчас вернули, там, какие-то нашли. Это один из драйверов, который будет поддерживать котировки, но это не значит, что, ну, мне так кажется, что бросаться этого не надо, потому что, согласен с Леной, потому что в условиях ликвидности такой, на покупке широким фронтом, чтобы покупать, вот еще МТС, купим, давайте. Не те времена, правильно. Хорошо, прокомментируйте Роснефть, пожалуйста. Там много что можно комментировать. Во-первых, это то, что тот рост, который мы видели, как раз Роснефть свой таргет прайс в этом году выполнила. Это сколько? Ну, то, что по моим расчетам это было после, до выхода отчетности, я считала, где-то 246, отчетность там позволила переоценить на 252, но, в общем, мы плюс-минус эту цену видели, поэтому я полагаю, что годовую цель мы выполнили. Дальше потенциал роста, кстати, и самое интересное, что может быть, но только после отката. Спекулятивно и вот на таких каких-то новостях странных, не странных, ее могут выдернуть на 270, на 275, я не исключаю такого варианта. Но, во-первых, тоже не сейчас, когда, в общем, рынок падает, это тоже где-то скорее конец ноября, начало декабря. Во-вторых, если такой рост и будет, то он будет очень коротким, на него не надо закладываться, как на какой-то длинный тренд. То есть это не инвестиционный? Ну, такой еще один пик, еще один корнер, да, мы вполне можем нарисовать, но это не инвестиционно. Инвестиционная компания по показателям, она, конечно, уже сильно ухудшила себе долгосрочные показатели, потому что вариантов развития дальнейших у нее нет. Долговая нагрузка максимальная сейчас и по сектору, и по рынку в целом. Понятно, что каких-то длинных инвесторов с большими деньгами, которые заходят не через государство, а напрямую на фондовый рынок, она привлекать не будет. Добавишься, что-то, Андрюш, по Роснефти? А, ну, смешной случай, вот, буквально смотрел на сайт Финам, там же была картинка и ссылка, и написано, значит, по Роснефт, кстати, да, по Роснефт написано, Путин готовит замену Медведева, и так вот подряд Сечина. Я так подумал, если он готовит, и Сечин, вот, Роснефт, ну, так, осуждение ни о чем. Ну, не то, чтобы ни о чем. Я бы сказал, да, как говорят, в театре это в сторону, в сторону, да, фраза в сторону. Так, хорошо, значит, я смотрю, вопросы, 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 Акрон, вот, кстати, Андрюш, вот, сразу же Сергей, в тему, что называется, тебе вдогонку. Акрон, прокомментируй Акрон. Ой, там очень хороший фундаментал по Акрону, конкретно я на Финаме это все обликовал, в чем в очень большом, так сказать, количестве, и там очень-очень большие цели, там, по-моему, 3000, ну, очень большие цели, потому что все обликовано на Финаме, друзья, поэтому сейчас мне что-то говорить по этому поводу. Вот опять это все завязано на Китай, на пассивную. Это все? Нет, ну, подробно, там на Финаме написано, очень подробно все. Что я буду? Ну, то есть, рекомендация какая, да? Сам купил, рекомендую лучшему другу. Да, заходите, читайте. Ну и, ну и, просьба у меня к вам, уважаемые коллеги, к обоим, прокомментировать ситуацию в золоте. По золоту очень интересно, вот, ну, вот, очень интересно была прошлая неделя, это то, что до выборов в Штатах золото благополучно падало, среднесрочную техническую цель 1670 за унцию она золото показала, технически очень хороший отскок. И сейчас вот то, что тот вылет, который мы видим наверх, он связан, во-первых, это с таким вот этим спекулятивным переходом из рисковых активов в безрисковые, потом этот переход, он может быть переоценен, потому что понятно, что волатильность очень высокая, это означает, что пока там нет инвесторов, это спекулянтов, вот паника после, там, фискальный обрыв, да? И золото тоже, да, в том числе, двигают сейчас исключительно спекулянты. Конечно, конечно. Почему двигают спекулянты? Потому что, во-первых, мы видим, вот, как неохотно сейчас золото подходит 1750, а вот там уже фундаментальный уровень, после которого глобальным потребителям, то есть, и те, кто покупает золото и на долгосрочные тренды, и на запасы, для них он уже становится нелентабельным, выше этого уровня. И мы видим, как неохотно туда подходит золото, то есть, понятно, что там покупателей уже нет. То есть, покупатели долгосрочные... То есть, 1750, ты видишь, вот, на ближайшей цели... Вот график инфляции в Америке, да, вот этот вот хвостик, да, хвостик, говорит, вот наверх, да, поэтому этот хвостик возбуждает аппетит на золото. Я думаю, что золото надо держать в портфеле, и я думаю, 1900 за унцию, это мы увидим очень скоро. То есть, даже в этом году? Ну, три месяца. Ну, 1900, это, по сути, недавний. Я бы держал. А что вы предлагаете, кроме золота? Золото, это вечная вещь. Да, 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 это вечная. Лен, к тебе. Всякий не первый эшелон, это твоя фраза, прозвучала, как всякий неликвид, пишет Никита. Иностранные инвесторы считают наш рынок неликвидным. Есть ли какие-то темные лошадки среди компаний, которые могут стрельнуть среднесрочно на 3-5 лет, привлекая иностранных инвесторов в том числе? Могут. Если мы берем такие длинные сроки, то как раз второй эшелон качественный, хорошо оцененный. Действительно, может привлекать инвесторов, но только после того, как они, в принципе, пойдут на наш рынок. И если мы на это рассчитываем, а вот как раз там диапазон 3-5 лет, это очень хороший период для инвестирования, ну, действительно, это уже для нашего рынка серьезный диапазон, то есть очень много неплохих бумаг, это можно и энергетику выделять. То есть, если мы посмотрим, например, как все-таки решится ситуация с ФСК, то можно было бы и про ФСК говорить. Но сейчас мы просто непонятно, что там. Можно смотреть, тоже Сургутнефтегаз, очень люблю я эту бумагу. Хорошая компания во всех отношениях. Можно смотреть отдельных металлургов, согласно с Андреем, но отдельных нужно выбирать, отдельные бумаги. То есть, допустим, Новолипецкий комбинат, хорошее, очень качественное развитие показывает, низкая долговая нагрузка. Можно Северсталь смотреть, тоже очень неплохие показатели. ММК Мечел абсолютно не согласна, там с показателями все очень плохо, и рентабельность намного ниже. Леночка, огромное спасибо. Я даже, к сожалению, не успею сделать анонс. Ну, в любом случае, слушайте Юрия Пронко, сразу после нашего эфира. Благодарю за внимание, уважаемые слушатели. Сухой остаток успехов на рынке. До свидания. До свидания. До свидания.